Всем здрасте! Я сегодня хочу продолжить свое прохождение фан-игры, которую мне прислал подписчик, утверждая, что это его фан-игра. Соник Киберквест! Вот такая вот у меня игра. Напомню, в прошлый раз я играла за Соника, прошла где-то до третьего уровня, и из-за подлой пропасти я просто потеряла там пару жизней, и жизни у меня закончились. А сегодня я хочу поиграть снова и попробовать поиграть другим персонажам. Я бы ими всеми поиграла, если честно, но я хочу взять Shadow. И снова Green Hill Zone. Вот, у Shadow уже по-другому работают способности. Фан-игра построена на обыкновенных спрайтах, их уже знакомых. Что это было? Хоминг-атак. Я вот играла за Соника, у него была способность, у него была обыкновенная. Это... Как это называется? Напомните мне, как же она называется? Инсташилд. Да, да, инсташилд. Ай-яй-яй-яй-яй! Ого! Ничего себе он умеет как! Там, я знаю, что там пропасти, я думала, сейчас упаду в пропасть, но, ну блин, он что, цепляется к стенам? Ничего себе, я играла за Соника, у него только инсташилд был, а у Shadow тут такой вот рывок в воздухе, который может меня сыграть злую шутку со мной, так скажем. Ммм, классный бег. Так же он цепляется к стенам, что позволяет выбраться из пропасти. Ха, забавно. И хоминг-атак. Нет, куда ты? Ммм, просто сквозь стену прошел. И все равно я упала в эту пропасть. Че? Хоминг-атак кривой, конечно. Здесь еще вот такой буст есть. Это буст? Я сбоку вижу шкалу, у Соника ничего не было, на эту клавишу у Соника ничего не было. Это буст? Ничего себе, у него способностей довольно много. Вот только хоминг-атак кривой немножко, поэтому можно про него забыть. Хоминг-атак не нужен в 2D-Сониках, ну как правило. Если только сам его в дизайне предрасполагает к этому. Отлично туда согнался. Буст? Буст не нужен. Ммм, прикольно то, что он к стенам цепляется. Довольно интересно то, что все эти механики внедрили в игру. Эта игра, при всей простоте и пустоте, требует такого вот прохождения аккуратного. Потому что ты постоянно боишься упасть в пропасть. Ай, я так хотела вот домик, домик собрать, домик хотела. Ой, ну нафиг этот хоминг-атак. Вот просто падаешь в никуда. Теперь можно спидранить эти уровни, потому что мы это все уже видели. Мы видели, что это все довольно пустое. Теперь я могу сюда залезть. Где буст? 68 колец, но никаких вот больших колец тут нет. О, какая у Шедл. Табличка классная. Вот только цвет фона мне что-то не очень нравится. Но все равно классно. Классно, что столько персонажей, у которых еще свои способности. Я уверена, что Тейлз будет летать. Накос будет карабкаться по стенам. Все будет обыкновено. Там еще Эми есть. Скорее всего она будет бить молотком, что тоже классика. Можем посмотреть, кстати. Я бы предложила подписчикам написать в комменты, хотят ли они посмотреть на других персонажей. Еще не факт, что я этим-то пройду игру. Потому что игра для меня все-таки незнакомая. Тут еще есть подлядные пропасти, которые никто не отменял. Ай! Ай, я хочу туда! Туда нельзя! Беги! А куда можно? Ясно. Не вижу в этой игры какого-то сюжета. То есть, почему вот тут вот такая музыка? Как будто это последний уровень уже. И почему он роботизирован? Пидейм. Я не хочу делать хоминг на доктора Эльмана. Ну нафиг. Вот тебя я вообще не замечаю всегда. Подлый бедник. Ой, это жизнь. А можно просто пол игры пролететь вот так на бусте? Мне кажется, если я буду лететь на бусте пол игры, то я просто проиграю. О! А разве туда нельзя было в прошлый раз? Безумный Эггман. Такой забавный. Посмотрите на его глаза. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Насколько же она классическая эта музыка. Так. Мне определенно нравятся эти ошметки от бэдников. Вообще, я начинаю думать о том, что вот эти две машины, которые Metal Knuckles и Metal Sonic восстали и сами стали играть против Доктора Эггмана. Поэтому здесь и разрушенные бэдники типа показаны. Сами локации от этого не перестают быть странными, конечно. Хм, я вижу, как склеено здесь криво. И размытая такая текстура по диагонали. Да. Я вообще видела, что там какое-то строение уровней, но, скорее всего, там просто пропасти. А, нет, это так кажется. Я думала, там пропасть, но нет. А Хомминг сработает на него? О, как круто. Такой слабый вот этот босс, вообще жесть. Такое чувство, как будто Metal Knuckles сел в тележку Доктора Эггмана, но он не может найти или не знает о том, где находится кнопка вытащить большой шар. Даже вот эти вот две платформы, вот, они просто говорят сами за себя. Оп. Косяк. Шэдоу прошел. А я там прыгаю, слышеный прыжок. Нормально. Признаваться честно, мне бы хотелось бы собрать кольца. И ведь отдельная шкала для буста есть. Каким бы пустым ни был уровень, пока я не соберу хотя бы одно кольцо, мне страшно. А где я тут изобрут хаоса нашел в прошлый раз? Почему бы и нет? Я, на самом деле, я смотрю, набирается ли буст просто так за пробежку. Как я заметила, буст набирается при убийстве бадников. Я уже успела забыть, где я тут измруда находила, вот это все. Немножко неудачное цветовое решение, кстати, вот эта стена. Не удивлюсь, если этот бадик меня отомстит на мой брак на пути или где-нибудь. Ты получил хаоса измруут! Буст! Ну, кстати, буст довольно короткий здесь и ничего не делает вообще. Использовать его бы просто страшно. И он... Не делает игру какую-то казуальную. Я не пролетаю весь уровень на бусте, потому что я тупо боюсь по мойку упасть. Так что, наверное, нормально пока что, да? Что-то я заблудилась. Типа туда, нет? Что-то высоковато. А можно так? А так можно было? Это должно быть тайником, по идее. Потому что не каждый вообще сюда залезет. Нет, я помню про тебя. А, ясно. Вы зачем здесь сделали такую высокую пружину? Ого, щит откидывает огонь. В общем-то, как и в оригинале. О нет, мой щит. Щит. Жизнь мне пригодится. Я задумывалась, что, наверное, пока игра не знакома, она может быть довольно сложной. Ну, даже оригинальная игра. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3. Я считаю Sonic 1 наиболее сложной. Хотя, ну, Sonic 1 или Sonic & Knuckles, вот, сложной из серии классических игр. Это если не считать CD. В CD я очень мало играла, наверное, пару раз так проходила его. Но CD, кстати, сложная игра. Ну, боссы там очень легкие, но последний уровень, он очень запутанный. Зачем я вообще вспоминаю про Sonic CD? Ммм, я задумывалась о том, не постримит ли мне Sonic CD. Идеи много, времени нету. Вот тут стоит только разогнаться, как кто-нибудь в лоб встречает. Это заставляет ограничивать бусты, это правильно. Это неплохо. Было бы хуже, если бы игра была наподобие форсов. Просто зажал буст и пролетел, уничтожая все на своем пути. Мне, если честно, не хочется пользоваться бустом. Как-то он все равно не нужен. Классической этой игре. Куда это я? Все равно, когда играешь, ты понимаешь, что левел-дизайн очень пустой какой-то. Вот эти вот кубы, квадраты. Че это вообще такое? Опять пустое пространство. Пустое, даже колец нету. Очень простой левел-дизайн. Камера, вернись! Забавно. Босс. А вот на него работает хоуминг. Правда, работает так, что как бы страшно использовать его. Вот куда я там хоуминг показывал сейчас в середине? Кто-нибудь объяснит мне, что это было? О, сейчас вот, например, он вступил. Ай, кольцо! Кольцо! Мое кольцо! Нуп! Нуп! Я же шедоу. Дэм, 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 дэм. Да, бы он в слепые кольца собираешься не терять время. Да босс, кстати, ни о чем вообще не ускоряет. Просто теряешь контроль над персонажем, вот и все. Ай-яй-яй, какой-то опасный. Да дай ты мне кольцо собрать, задолбал. О, нет. Это же простой босс. И, кстати, мне вот именно в этом боссе не очень нравится то, как будет горизонт очень сильно. Как-то это неудобно. Хотелось бы чуть выше выйти уровень. А здесь вообще безопасная зона, он меня здесь не трогает, кстати. Можно просто ждать хорошего момента и все. Он мог меня убить сейчас. Опасно, опасно. Поднял ручки наверх. Такой бедный, несчастный. Друг. Это было забавно. Безумный Эггман. Шэдоу прошел. Акт. Просто миссис. Просто акт. Просто прошел акт. Метрополис Бета. Почему Метрополис Бета? В чем прикол? При чем здесь Метрополис? Почему Бета? Объясните мне как человеку, который не шарит в этих ваших Сониках 2. Ну, типа, я слышала что-то, что этот уровень в Соник 2, он был вместо Метрополиса, что ли, или типа того. Что-то я затрудняюсь с пониманием. Я могу что-то напутать. Ну, ладно. В любом случае, этот уровень такой же пустой, как и предыдущий. Но при этом опасный со своими пропастями. Я все помню. Я еще не забыла про пропасть. Ой, да проще просто спиндэш делать, чем разогнаться с бустом. С одной стороны, бонусных уровней не хватает. Изумруды здесь на уровне разбросаны. А с другой стороны, уже надоели эти бесконечные лабиринты, вращающиеся с первого Соника. Я топлюсь за бонусные уровни, только если бонусный уровень более-менее оригинальный. Ммм, захотелось даже какие-то хаки на второго Соника поедать, потому что там очень... Мне очень нравится бонусный уровень во втором Сонике. О, музыка заканчивается. Жмем газ! Нет, стой! Я не могу никогда понять, газ тут сжать или наоборот остановиться. Но я так поняла, что все-таки лучше остановиться. Обращение к автору этой фан-игры. Не надо так делать. Не надо вот таких вот подлядских пропастей, которые очень сложно избежать. И потеряешь там всю жизнь перед тем, как пройдешь. Сейчас уже можно сделать ставки. Пройду я вообще эту пропасть. Это же такая... Это бред просто. Такая сложность. Просто это надо учить наизусть. Уровень должен проходиться интуитивно. Если пропасть есть, то надо же интуитивно избегаться. А не ты вот такой летишь и вот просто... И улетаешь в закат. Прекрасно! А тут еще и пропасть! Вообще шикарно! Я думала пронесет, но ладно. Ну, допустим. И я начинаю волноваться. Быстрее разгоняйся! Классный хоминг-атак. Ну, где эта пчелиная муха? Она даже не ударилась. Аккуратно прыгаем. Тормозим. А дальше куда? А это чего? Стой, стой, стой! Не надо! Не надо! Нет! Я боюсь! Я уверена, что здесь еще такие подляны есть. Я хочу сюда... Фуф, 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 фуф. Отдышаться. Отдышаться. Я боюсь падать вниз. Серьезно. О, метрополис! Теперь я понимаю, почему это метрополис бета. Видимо, метрополис построили прямиком на... В этом лесу, в этом лесу. Хм. Загадка метрополиса. Ну что ж, мне удалось пройти. Мне удалось пройти эту пропасть! Вот просто, у меня одна жизнь просто. А что ж будет дальше? Вудболис. Метрополис бета. Да, мне удалось пройти чуть дальше, чем я играла первая за Соника. Поэтому я буду играть первый раз тут. Зачем все эти предисловия? Вау, вау, интересно. Вообще, сразу вот, попадая в этот уровень, я могу сразу начать его оценивать. В плане того, что довольно интересно сделано лес и начинающийся, так скажем, зарождающийся метрополис в этом лесу. Вот эти вот листья. То ли лес пророс через метрополис, то ли метрополис просто строится в лесу. Во второе, я как-то больше верю. Действительно метрополис бета. Что? Что? Уйдите. Уйдите отсюда. Они меня напугали. Ну, уровень все равно такой же пустой, как и предыдущий уровень. А, фан-игра есть фан-игра, как мы все знаем. Поэтому она вот такая вот, простенькая, простого, простого строения. Просто востроения, классно сказала. Простенького строения, но зато у нее есть пять персонажей на выбор. Или сколько их там. Эээ, у меня столько колец было, я все растеряла. И снова закончилась музыка. Он просто исчез. Нет! 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 Ты меня пугаешь. Пидеем. Мне кажется, это странный звук не подходит для этого. А Шедо у нас умеет делать буст. Бесполезный буст. Это очень здорово. Такие вот элементарные, простецкие уровни, которые просто проезжаются. Там, две-три, наверное, минуты или меньше даже. Практически нет врагов, но при этом идешь осторожно, потому что играешь первый раз. И при этом обязательно есть какие-нибудь пропасти. Но ты бежишь, проходишь уровень и понимаешь, что что-то ты ничего не видел на уровне. Чего-то как-то пусто. О-о-о! Ничего себе сильный, он сонник такой большой. Только не говорите мне, что он технически точно такой же, как этот Наклз, с которым вы в предыдущий раз дрались. Дрались. Классно. Как я его вообще ударила? Хоминга так ведет себя очень странно. Куда он показывает вообще? Я хочу в лопну и ему ударить. О-о-о! Ударила. Гейм овер! Нет! Ну нет! И все! Хм, прикольная пауза. Ну да, к сожалению, я не смогла пройти этого босса, обычного Сильвер Соника. Классно, я не смогла пройти Сильвер Соника. Ну что ж. Ну что я могу сказать об этой игре? Перепроходить ее еще раз за какого-то другого персонажа. Мне уже, если честно, не хочется. Пустовато. Опять еще раз это все проходить. Да, меня немножечко разочаровал этот босс, вот этот Сильвер Соник, который абсолютно точная копия предыдущего босса, Меха Наклза. Ну и вот этот вот периодически встречающийся кривотоуровней, его дизайна, камеры. Нет, сыровато, сыровато, чувак. Сделай по-новому, сделай круто, присылай. Я поиграю еще раз. А на этом у меня пока что все. Пойду в Соник Вост Ворлд поиграю. Пойду в Соник Вост Ворлд поиграю.